Что случилось с водой? Не желая говорить о своей оплошности, оставила ее в этой емкости с водой. Колбу с ядом извлекли в течение трех дней. Я еще раз повторю, что колба с ядом была плотно закрыта, и поэтому перемешаться с водой никак не могла. Лабораторные мыши, которых напоили этой водой, погибли. Вода не соприкоснулась с ядом физически. Она впитала в себя эту разрушительную информацию яда. О чем это говорит в плане информационной сути воды? Дело в том, что мы ощущаем материал. Вода, яд, неживую растительную природу и так далее. На самом деле мы находимся в мире сил. Это силы. И эти силы, они взаимодействуют. Весь наш мир – это мир векторов, мир сил. А мы ощущаем их уже не как в виде сил, а представляем себе в виде материи, в всевозможных ее видах. Поэтому если мы обратимся, оторвемся как бы от материи и обратимся к миру информации, к миру сил, к полю сил, то мы увидим, что практически все, что вокруг нас и мы сами, является силовым полем, переносящим и общающимся между собой именно вот этими вот информационными данными. В этом случае не имеет большого значения через какие-то стенки, через какие-то ограничения, пограничные какие-то условия, где происходит какая-то диффузия или воздействие вектора на вектор. Они все равно воздействуют. Это может быть расстояние огромное, это может быть разделение, там типа стеклянной колбы. Не имеет значения. Все равно происходит. И поэтому даже если мы, как бы нам кажется в нашем овеществленном мире, что тела не соединяются вместе, естественно, что они влияют друг на друга.